Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью региональных инструкторов. С мая 2012 года на территории Тульской области действует тариф на пассажирский транспорт. Это стоимость одной поездки в городском сообщении автобусом 14 рублей, наземным электрическим транспортом это 13 рублей за одну поездку, на автобусы в пригородном сообщении стоимость составляет 1 рубль 76 копеек до 1 километра на разъеданную путь. В международном внутриобластном сообщении 1 рубль 95 копеек. В текущем 2013 году перевозчики Тульской области обратились в Министерство транспортно-дорожного хозяйства с предложением о повышении тарифа, связанное с ростом цен на горючие смазочные материалы, запчасти, а также с изменением в сфере федерального законодательства на автомобильные перевозки пассажиров, направленные на усиление мер безопасности по транспортной безопасности. А именно, это оборудование всех типов пассажирского транспорта с средствами учета контроля режима труда и водителя тахографа и с 1 апреля законственного дела. И также с 1 апреля произошли изменения в сфере обязательного страхования пассажиров. То есть непорядок страхования не увеличилось, соответственно, расходы. Комитетом по тарифам Тульской области рассмотрены данные предложения перевозчикам. Определена фактическая себестоимость перевозок автомобильного транспорта. В городском сообщении она составила автобусами в размере 24 рубля 91 копейка за одну поездку. В городском сообщении наземным электрическим транспортом трамвая и троллейбуса себестоимость одной поездки составила 22 рубля 4 копейки. В автобусах пригородного сообщения цена за один километр пути составила 2 рубля 97 копеек. В автобусах междугороднего внутриобластного следования цена за километр пути составила 2 рубля 5 копеек. Министерством транспорта и дорожного хозяйства на основании обращения перевозчиков в целях сохранения существующей маршрутной сети, удовлетворения потребностей населения в качестве пассажирских перевозок и повышения эффективности работы транспортных предприятий, предлагается с 1 октября 2013 года повысить тариф на автомобильные перевозки в территории Тульского региона. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и эффективного функционирования транспортных предприятий из бюджета ежегодно выделяются средства, направленные на возмещение перевозчиками части затрат, связанных с государственным регулированием тарифа, городском пригородном транспорте, на перевозку пассажиров, а также лодкой категории граждан. На основании вышеизложенного предлагается установить с 1 октября 2013 года следующие тарифы на городские перевозки в автобусах 15 рублей за одну поездку, в наземном электрическом транспорте, трамвае и троллейбусе 14 рублей за одну поездку, в автобусах пригородного сообщения цена составит 2 рубля за километр проследованного пути, в автобусах международного внутриобластного сообщения цена составит 2 рубля 5 копеек в километрах проследованных пути. Цена единого месячного льготного проездного билета составит 430 рублей. Таким образом, повышение составит в городском транспорте в среднем на 7,4%, цена увеличится, в пригородном транспорте на 13,6%, в международном внутриобластном транспорте на 5%. Цена единого месячного льготного проездного билета увеличится на 10%. Срок 1 октября выбран не случайно, так как фактически октябрь является окончанием дачных сезонов и сезона основных летних отпусков. Поэтому данное повышение в меньшей мере скажется на расходах потенциального пассажира. А коммерческий транспорт, то есть внутриобластной коммерческий транспорт, то есть будет осуществлять перевозки согласно принятым тарифам. Внутриобластной. А скажите, можно сейчас прогнозировать, на какой период будет действовать тариф, когда будет следующее повышение? Ну, все зависит от введения в сфере советских перевозок. Но правительство, то есть в области, то есть как можно старается сдержать этот тариф, ну и тариф не может повышаться, то есть чаще от налаживания. Потому что как бы мы тоже должны поддерживать перевозчиков, то есть перевозчик должен обновлять транспорт, расширять услуги, то есть и маршрутную сеть, мы стараемся не сокращать, чтобы всем сожжем. Вы говорили про себестоимость, что это получается себестоимость даже после повышения, будет выше, чем проезд. То есть все остальное получается регионом? Все остальное, то есть выделяются средства из бюджета региона, то есть на compensацию для всех проезда. А частникам кто-то компенсирует? Нет, частникам не компенсирует. У нас есть социально значимые перевозки, субсидированные, то есть на которых есть категория любовных пассажиров, жителей, то есть социально направленные перевозки, а есть коммерческие перевозки, на которые перевозчик тоже на конкурсной основе выходит и осуществляет перевозку в соответствии с действующим тарифом.